Что вы выиграли в генетической лотереи? Во всем биологическом разнообразии выиграла очень редкий ген, человеческий, позволяющий поддерживать высокий уровень духовности. И по мелочи, высокий лоб, голубые глаза, желтеньким ободком вокруг зрачка. Не только выиграла, но и передала. Темные кудри, двойной ряд ресниц. Отсутствие похмелья, здоровые зубы, ни разу за 55 лет не болела ни горло, ни уши, вообще редко болею. И железобетонную нервную систему. Самый большой выигрыш, здоровые и умные дети. Чего нет? Слуха вообще, не медведь на ухо наступил, а стадо слонов туда-сюда прошлось. Не знаю почему, у сестер есть. Роста нет 156. Волос нет, три волосинки, идти от начеса. Эта мама постаралась и зрение минусовое, это от дедушки. У мамы зубы белые, но хрупкие. У папы крепкие, но желтые. Угадайте, какие у меня. Да еще и кривые, это уж не знаю от кого. И рост, я намного ниже обоих родителей. В бабулю, наверное, пошла. Ум не заурядный. Силу не дюжу и красоту неземную. Неземную красоту, любовь к поэзии, шампанскому, впрочем и к коньяку тоже. Длинные густые ресницы, красивые брови, большие глаза, хорошую кожу. Красивые длинные ноги и вообще повезло мне с родителями не только с их генами. Пусть покоятся с миром. Благодарю бога за все, что у меня было, есть и будет. Оптимизм. Это у нас семейное. Все плохо, а нам весело. А вообще надо ценить все, что получили. Склонность к ожирению, она же хороший аппетит, который сейчас так не кстати. Возможно, помог предкам выжить и передать ген дальше. Я слабо чувствую боль. И хотя, возможно, здесь есть минусы. Я рада, что прожила до 60 лет. Не мучаясь ни головной, ни зубной болью. Даже во время родов я уснула. Мне 69 и нет седых волос. В папу. Шизу, горб и по мелочи еще. Длинные ноги и бестолковую голову. Казаться моложе, чем есть. Это свойство в нашей семье. Генетическое. У нас по роду через поколение двойней близнецы. Так вот, должны были у папы моего быть, а он почему-то пропустил свою очередь. Вот теперь у меня двойня прекрасных мальчишек и старшая дочка. Кому теперь повезет, детям или внукам, загадка. А поживем, увидим. Но не только у меня, а еще и мужа. Такие же гены в роду, близнецы. Так вот, может старшей дочке наш коктейль как передастся и тройню родит. Иммунитет. Не болею или в виде соплей. Ковид прошел незаметно, например. И зубы еще. Все свое, все на местах. Хожу на чистку раз в три года. Мне почти 40. Что вам сказать? О проигрышах умолчу. Их сполна. Выиграла веснушки, густые волосы, чувство юмора и хороший вкус в музыке. Зеленые глазами. Брата двойняшку и родинку на спине. И у внука есть. Я выиграла жизнь. Родилась тяжелыми пороками сердца. Помирала. Никто не давал гарантии, что проживу хоть несколько дней. Но я дожила до 8 лет и с отцом поехали в Киев к Амосову, который был уверен, что операцию я не переживу. Но случилось чудо. Я выжила и слава богу смогла даже родить. А еще у меня очень сильная интуиция от мамы. Всякую мешающую ерунду. Противное неприятие, отсутствие воспитания, требовательность грамматики, щепетильность в отношении к деньгам, цинизм, снобизм. Все, что мешает приспосабливаться к миру диких и выживающих. Очень это все мешает. Хорошо подвешенный язык. С ним я никогда не пропаду. Хулиганистый характер. Детство в одном месте. Громкий командный голос, особенно когда чихаю. Любовь в готовке к земле и всему растущему. К собакам. Но самое тяжелое генетическое бремя, это конечно характер. Который в сочетании с постоянной готовностью чего-то натворить, во всех смыслах, идет у меня и от папани, и от мамуля. Самые симпатичные гены, скромность и любовь ко всему, что меня окружает. Логическое и математическое мышление. Строгость от папы, а доброту и радость к жизни от мамы. Золотое сердце, стальные нервы, железную логику и как следствие немножечко лишнего веса. Ум, красоту, умение держать удар и счастливое будущее. Любовь к коньяку и кофе. Совесть, повышенное чувство справедливости и ответственности. Брата двойняшку, передали дальше. Миниатюрную фигуру и выгляжу моложе своих лет, спасибо генетике и родителям. От мамы досталась светлая кожа и прямые ноги, потому что папа был футболистом. Но зато от него мне передались его красивые глаза с длинными ресницами, которым немало стихов было посвящено. А также обаяние и харизма, со слов моих знакомых. Так что очень благодарна своим родителям. Хорошее здоровье, внешние данные, правильное отношение к миру и людям. Аналитический склад ума от отца, внешность и талант от мамы, а главное, древний сильный род. Невероятную харизму, незаурядный ум и отличное чувство юмора. Высокий IQ, контрастную внешность и хорошую кожу, на которую легко ложится загар. Четвертую группу крови с отрицательным резусом, высокую вероятность сахарного диабета и проблемы с вынашиванием детей. Из хорошего. Фигура, песочные часы, отсутствие набора веса во время беременности и бешеную работоспособность. Высокое обоняние, могу определить любой запах. Мельчайшие нотки слышу, иногда очень тяжело с этим жить. Качество, цвет кожи и сложный характер от бабушки. Рост и фигура от второй бабушки. Густые волнистые волосы и терпение от мамы. Цвет глаз, доброта, благородство и любовь к кофе от дедушки. Благодаря генетике мамы дружу с числами. Спасибо папе, формат 3D мне родной. В результате получилась математик универсал, ни секунды не жалею. От папы чувство юмора и любовь к модным шмоткам. От мамы практичный ум и умение строить уютное гнездышко. Правильно распоряжаться средствами. Улыбку, рост, доброжелательность, щедрость и математический склад ума от отца. Смелость, любовь к уюту и кухне, прекрасную кожу от мамы. Белоснежность кожи, ее вечная молодость, а также любовь к рукоделию от бабушки. Юмор и неунывающий характер от дедушки. Думаю, мне крупно повезло. А еще по маминой линии радословная княжеская. И самое главное, никаких генетических заболеваний. А, и надеюсь на долголетие. Один дедушка до 102 дожил, другой до 96. Спасибо маме, без особых усилий хорошо выгляжу в свои 50. Мама тоже долго оставалась молодой. Генетика. Зеленые глаза, вьющиеся волосы, любовь и способность к любому рукоделию. Чувство юмора и много еще чего. И все мне нравится. От папы патологическое чувство справедливости. От мамы постоянное беспокойство. Зубы, волосы, кожу, голос, любовь к земле, к животным, к домашним цветам и еврейскую душу. Получила крепкое здоровье, слабое зрение, неплохие мозги и непрактичность, граничащую с лоховатостью. Немного ума, немного красоты, много сначала рефлексии, потом пофигизма. А главное, чем и горжусь, это некоторую внутреннюю свободу. Ядовитое чувство юмора. Это в папу и навязчивую заботу в маму. Позднюю седину, худощавое телосложение, быстрый метаболизм, пухлые губы, маленький нос. Я взяла все самое лучшее от родителей. Рост высокий, яркую внешность, отличную память и способности к учебе, легкий характер, выносливость, хорошую память и кучу других подарков от родителей. Высокий рост, густые волнистые волосы, выразительные глаза, длинные ровные ноги, аналитический ум, адаптивность к условиям, силу во всех смыслах. Циничность, переходящую в токсичность, требовательность к грамматике, врожденная грамотность, любовь к чтению и порядку, слабое здоровье, хорошие зубы. Ленивую задницу, милое личико и ДСТ, а оттуда уже плоскостопие, сутулость, слабость, физическое, психическое, проблемы с сосудами, близорукость, всего понемногу. Фигура отца и я, женщина с широкими плечами. Чувство юмора от обоих и от мамы, пониженное давление. В 50 лет выглядеть на 30, в моем роду женщины долго живут и медленно стареют. Есть устойчивость к алкоголю, в отличие от моих предков. Абсолютную память, замечательные волосы, ногти и зубы. Терпение от мамы, чувство юмора от папы, вредность и придерчивость деда по папиной линии, и любовь к алкоголю от деда по маминой линии, да и много еще чего. Зеленые глаза и прекрасный нос. Хорошего ничего не выиграло, все думаю, родители были вполне адекватные, в кого же я такая, непонятно. У меня вообще с лотереями не очень, проигрываю практически всегда. Склонность к полноте и абсолютная равнодушие к алкоголю. Хорошие гены, спасибо родителям. Выносливость, трудолюбие, способность обучаться в любом возрасте, умение выживать. А на этом все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов, это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok